История Святого Духа. Каждый праздник имеет свое назначение и важность. О Вознесении Господа Иисуса Христа людей спрашивать можете, но Вознесся больше ничего дальше не знаем. Самое главное, что заключено в этом празднике, отмечая в Церковь, о чем сейчас слышали, наше естество, плоть, которую приняла Дева Мария и Господь Христос, явился перед Отцом Небесным. Дальше мы должны размышлять категориями человеческими и священными Писаниями. Бог все заранее знает. Еще мир не был сотворен, а уже известно было, что будет жертва. И еще до падения, грехопадения человека, уже был змей, уже был дьявол. И написано, на небе была война. Откровение 12 глава. И Архангел Михаил воевал против дьявола. И победил его, падшего хирургима, кровью Иисуса Христа. Какая кровь Иисуса Христа, когда, может, эти планеты, земля-то еще, кроме зверя, ничего не было. Так есть. У Бога нет времени, Он вне времени. Мы говорим, вчера, позавчера, завтра, у Бога только сегодня. И вот в этом сегодня уже было Богом назначено, что наше человеческое естество в листе Иисуса Христа зайдет на небо. И дальше размышляйте по-человечески, как и объясняет Иоанн Глатоуст. Он как бы является к Отцу Небесному, показывает раненство и на руках, и на ногах, и в боку прободенном. Господи, я умер за этих людей. Пошли им в дар Духа Святого, ибо без меня не можете делать ничего. Вот в этом все заключалось. И Отец Небесный, умилосердившись, посылает нам, уже примиренными с Ним, дар Духа Святого. А Дух Святой, дальше поясняет, придет и научит. По пальцам научитесь рассуждать. Три пункта. Первое. О грехе, о правде и о суде. Это должны знать наизусть. О грехе. О каком грехе? Люди разделяют много грехов смертно, убийства, ну разные грехи. Библия говорит об одном грехе. О грехе, Дух Святой придет и напомнит, о грехе, что не верует в меня. Человек, верующий в Бога, не имеет узды. Он творит все, что хочет. На нем весь уголовный гражданский кодекс. Если Бога нет, а зачем ты живешь? Я это тысячам человекам задавал вопрос, и не могут ответить ни один. Назначение наше одно. Познать Бога и взойти на небо. Наша плоть уже там. Господь во плоти, представший перед Отцом Небесным, образно так, для себя, показывает эти раны. Вот это я страдал за этого. За каждого человека. И вот сегодня, когда мы говорим о грехе, главный грех, от чего все происходит в нашей жизни и так, это неверие в Иисуса Христа. Верой в Его мы боимся делать этот грех. Почему? Есть такие места в Писании, которые православные вообще не знают и не слышали. Господи помилуй, сорок раз есть. Господи помилуй, еще сорок раз есть. А то, что человек верующий другой делается, он не знает об этом. Любезный и любимый ученик Иисуса Христа, Иоанн Богослов, пишет. Рожденный от Бога не грешит. Для нас это нельзя воспринимать. Как так? Нерожденный не войдет в Царство Небесное. Это значит, родившийся Духа Святого, получивший истинное крещение, человек не может грешить умышленно. А дальше говорит, и не может грешить. Одно дело не грешит, он не может, у него препятствия. Перед ним стена, священное Писание, заповеди. Он не может жить в этом грехе. И мы должны это все признать и сказать. Это мы получили после смерти Иисуса Христа, когда Он вознесся. О грехе, что не верует в Меня. Мы грешим, значит, теряем веру. Мы только один надо делать такой. А если все грешили, мы имеем праведника Христа, который во плоти вознесся на небо. В этом все наше утешение. И умер за нас, когда мы были еще грешниками. Мы сейчас слышали это. И второе, о правде. Да мы правду и так знаем. Газета «Правда» называется. Разные правды. А правда одна. О правде, что Я иду к Отцу Моему. То есть наступили мгновения, когда мы, уже примиренные жертвой Христа, получим дар Духа Святого. Когда с нами был бы Христос, ходил, в доме был, и вдруг говорит. Для вас лучше, если я уйду. А Дух Святой придет и утешит вас. Пока он был здесь, был с одним человеком, в определенной комнате, в определенном месте, на море. Дух Святой всюду все охватывает собой. Для вас лучше. И мы даже Бога вас благодарим, что Он вознесся. И Дух Святой научит нас о грехе и о правде. Он вознесся. И все разговоры отпадают. Против жертвы Христа восстали первые иудеи. Он не воскрес, его украли. Проходит шесть столетий, Сатана снова выходит и говорит, а он не умирал. И в это верят сегодня два миллиарда человек почти. Он не умирал. Просто Он вознесся. Нет. Он вознесся в воскресшей плоти. Вот в этом вся суть. Сатана боится этого, как огня. Потому что Христос, вознесшись на небо, показывает рану Свои и о суде. О суде, что князь мира сего осужден. Всякий грех уже осужден. А как же мы, если согрешили, Он прощает по милосердии Своему. И поэтому благодарность наша после крещения, когда мы где-то что-то сделаем и так, должна увеличиться намного. У первых христиан было такое мнение. Если мы после крещения согрешаем, у нас слез должно быть столько, сколько воды было в крещании. Поэтому уже сегодня и кропят, и крестят, что слез нет. Итак, великий Бог Иегова, открывшийся израильскому народу, достиг и нас, находящихся в Сибири. И мы сегодня должны сказать, за меня были показаны эти раны Иисуса Христа на небе. И Дух Святой меня научает о том, чтобы верою в Него побеждать всякий грех. Верою свидетельствовать людям, что Он вознесся и грядет снова судить мир. И о суде. Всякое грозья Он, специальные секты сатаминские, ереси, это все осуждено Богом. Князь мира осужден, и туда пойдут все служащие Ему. Да не будет этого с нами. Богу нашему славу в веки и веку. Аминь.